Здравствуй, Дима! Сейчас я расскажу тебе сказку. Это будет сказка про одного мальчика, которого тоже зовут Дима. Этого мальчика заколдовала злая фея, но его маме с помощью Всевышнего удалось расколдовать его. Так вот, жил-был мальчик и звали его Димой. И жил этот мальчик себе с мамой, и еще у него была бабушка, и еще у него был дедушка. Наверное, у него были еще какие-то родственники. Жил себе мальчик, поживал, и все у него было хорошо. Но вот однажды сидел мальчик дома, строил башню из Лего. И вдруг на улице потемнело, подул сильный ветер. Мальчик подумал, что сейчас пойдет дождь. Он подбежал к окну, посмотрел. Видит, висит черная туча и молнии сверкают. И стало мальчику так интересно. Это как же там ветер дует? А вдруг уже дождик капает? И забыл мальчик, что мама не велела ему открывать окно, когда ее нет. И вообще запретила ему к окну подходить без нее. Приоткрыл мальчик окно чуть-чуть. И вдруг, как порыв ветра, вырвал створку окна из его рук и распахнул окно. Испугался мальчик. Стал стараться закрыть окно, но только ветер был сильнее. И вдруг в распахнутое окно влетела злая фея. И приземлилась фея прямо посреди комнаты. И сказала мальчику, ты знаешь, кто я такая? Я очень злая фея. А зовут меня фея мозговых лихорадок. Я тебе оставлю такие подарки, что ты навсегда будешь меня помнить. И вот дарю тебе мозговую лихорадку, нервный тик, поджелудочную немочь и гусиные лапки. Испугался мальчик, а что делать не знает. Стал он звать маму. Зазмеялась фея мозговых лихорадок злым смехом и улетела в окно. Бежала мама в комнату и видит. Стоит мальчик посреди комнаты, а у него на голове сидит жаба. А за плечами у него сидит большой и уродливый кузнечик и стрекочет. А на животе у него свернулась в кольцо серо-зеленая змея и шипит. А ноги у него превратились в гусиные лапки. И стал мальчик ходить на цыпочках. Испугалась мама, бросилась к сыну. Тут жаба заквакала, кузнечик у него за плечами запрыгал, змея зашипела, а гусиные лапки затопотали на цыпочках. Схватила мама сына и побежала искать того, кто прогонит жабу, отцепит кузнечика, убьет змею и расколдует гусиные лапки. И услышала мама, что есть на свете такая волшебная таблетка, которая убивает жабу, отравит кузнечика и змею. Только вот на гусиные лапки она никак не подействует. И пошла мама искать волшебную таблетку. Шла мама, шла и искала волшебную таблетку для сына. Пусть будет сын даже и с гусиными лапками, зато без жабы, кузнечика и змеи. И обошла мама полмира и перепробовала мама множество таблеток, про которые говорили, что они волшебные. Да никак вот не отваливалась жаба, не упрыгивал кузнечик и не уползала змея. Устала мама искать таблетку. И устала мама от постоянных поисков, тревог и бессонницы. И не было у нее сил идти дальше. И села мама под кустик и заплакала. И стала просить всевышнего. Что же мне делать? Как мне спасти своего сына? Нет, видно, в мире волшебной таблетки. И вот, когда она так плакала, и прилетела вдруг ворона и села на куст рядом. И спросила ворона, почему ты плачешь, женщина? Почему сидишь ты тут, такая усталая? И куда несешь ты этого странного ребенка с жабой на голове и с гусиными лапками? Удивилась мама тому, что ворона разговаривает. Но рассказала все о воронье про злую фею и ее подарки. И рассказала, что ищет волшебную таблетку, которая убьет жабу и прогонит кузнечика и задушит змею. А гусиные лапки, ну ладно, нет уж, наверное, от них средства. Посмотрела ворона на мать и на ее сына и сказала, прежде чем бог посылает болезнь, он создает от нее лекарства. Иди на восток по восходу солнца и увидишь ты там колодец. Вода в нем волшебная. Кто и запьет водицы той и умоется ей, у того все болезни пройдут. Только вот закрыт тот колодец с камнем тяжелым. И почувствовала мама новые силы. Вскочила, схватила своего сына с гусиными лапками и побежала на восток. Шла она три дня и три ночи и вдруг увидела колодец. А колодец тут был завален большим камнем. Посадила мама своего сына в сторонке и стала пытаться сдвинуть камень. А камень тут был очень тяжелый. И заплакала мама, что вот она, рядом волшебная вода, а у нее сил нет, чтобы сдвинуть камень. И стала мама молиться всевышнему, чтобы дал он ей силы отвалить камень. И прилетела та же ворона, которая рассказала ей о колодце и говорит, видишь, вон там в кустах железную палку, возьми ее и сдвинь камень. Увидела мать железную палку, схватила ее, подсунула под камень, нажала хорошенько и скатился камень с колодца. Обрадовался мальчик и заковылял к колодцу на своих гусиных лапках. Очень он хотел выздороветь. Обрадовалась мама, зачерпнула волшебной воды и дала попить сыну. Вдруг свалилась змея с его живота и уползла прочь. И умыла мать его волшебной водой. И заквакала громко жаба и застрекотал кузнечик. А потом свалилась жаба с головы мальчика и упрыгала прочь. И кузнечик упрыгал вслед за ней. Зачерпнула мама еще воды и вымыла сыну ноги волшебной водой. И, о чудо, гусиные лапки стали обратно обычными детскими ножками. Обрадовалась мама, взяла своего выздоровевшего сына и пошла домой. И стали они дальше жить-поживать. И всяко у них было. И легко, и трудно, и плохо, и хорошо. Но они не отчаивались, а делали все, чтобы быть счастливыми и приносить пользу другим людям. А потом мальчик вырос, женился. У него родились свои сыновья. И он им рассказывал самые лучшие и добрые сказки. А тот, кто слушал, молодец, потому что сказки конец. Всем вам хорошего дня!